Куда ты, тропинка, нас заведешь? Наталья Константиновна Третьякова показывает в нашей съемочной группе объект беспокойства недалеко от Измайловской школы. Дети спешат в школу, и также родители их ведут, и бабушки, у которых больные ноги. Но это же все травмоопасно, вы поймите, это же ваши дети. Это ваши дети ходят здесь. Когда-то вдоль этого забора проходила удобная асфальтированная дорога. Но в октябре прошлого года выкопали траншею, положили трубы и поставили ограждение. Правда, настоящих искателей приключений они не останавливают. Показать, как преодолевается этот импровизированный квест, вызвался еще один житель дома Николай Абрамушкин. До этого он только наблюдал за отважными пешеходами. Кто не пойдет, если стоит заграждение на площадке? А здесь нет ничего. Даже было, и все поломали. Ясно. Нет, ну как здесь? Сила привычки, что ли, люди здесь вот ходят? Детям в радость они катаются на попе. А взрослые? А взрослые? Не знаю. Потому что, грубо сказать, мозги надо включать свои. Почему же люди упорно идут именно по этой дороге, рискуя своей жизнью и жизнью своих детей? Ответ прост. Сила привычки. Здесь расположена небольшая калитка, ведущая в школу. Это позволяет сэкономить 3-5 минут. Другой вопрос, что и 18 марта многие предпочтут именно эту дорогу. И рискуют вместо избирательного участка оказаться в травмпункте. Инциденты в этом месте, увы, происходят постоянно. Они падают. Мы их тут вытаскиваем. Пьяных тоже самое, потому что совершенно не могут идти. И постоянно мы помогаем людям выбираться из этой канавы. Как в воскресенье люди пойдут голосовать? Справа от школы расположен еще один вход. Как мы можем увидеть, это огромные ворота, куда проедет даже большой автомобиль. Сейчас здесь работает уборочная техника. Дорожки рядом с избирательным участком очищены. Рядом находится стоянка для автомобилей. Это также удобно для тех, кто решит в день выборов приехать на избирательный участок на личном транспорте. Но наш народ, видимо, любит испытания. Скажите, вот там же есть более удобная дорога. А почему вы здесь предпочитаете ходить? Ну вот с той стороны, там же спокойно можно пройти в ту сторону, а вы вот по этим... А я что, кому мешаю? Нет, а просто интересно, здесь же опасно. Мы вот сейчас посмотрели. И что, для меня никогда опасности нет, я в армии служил. Какой же выход из данной ситуации? Если люди сами не думают о себе и своей безопасности, видимо, этим стоит озаботиться ответственным лицам и сделать так, чтобы проход здесь был попросту невозможен. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ.